Привет, сегодня у нас на обзоре Canon 77D, у которого топовый 45-точечный автофокус, 24-мегапиксельная матрица с Dual Pixel, и он может записывать в Full HD видео при 60 кадрах в секунду. И вы сейчас такие скажете, стоп-стоп-стоп, все то же самое говорил Олег в обзоре Canon 800D. Это, друзья мои, Canon 800D, у него 45-точечный автофокус, актуальная 24-мегапиксельная матрица с Dual Pixel, и он умеет записывать в Full HD ролики до 60 кадров за секунду. Да, так и есть. По сути, и в Canon 80D есть все то же самое, но чем-то же эти модели отличаются. И сейчас мы разберемся, чем именно. Canon 77D это такая промежуточная модель между более любительской Canon 800D и уже подбирающаяся в сегмент профессионального кропа Canon 80D. Начинка в ней аналогична, как в 800D, отличаются эти модели только удобством использования. В 77D есть дополнительный диск прокрутки, и если у вас есть два диска, то можно одновременно изменять и диафрагму, и выдержку. Есть небольшой монохромный дисплей на верхней грани камеры, с помощью которого можно быстро изменять параметры съемки. А если еще и отключить главный дисплей, то можно меньше расходовать аккумулятор. Дополнительная кнопка AF-ON для блокировки фокуса поможет, если вы снимаете статичную сцену и не хотите каждый раз перефокусироваться. Просто зажимаем эту кнопку, и можно спокойно менять композицию кадра, как вам нравится. В остальном здесь такая же 24-мегапиксельная матрица с технологией Dual Pixel AF. Как и у всех APS-C камер, порог до которого можно поднимать ISO 6400. Что на самом деле неплохой показатель. Система фокусировки значительно улучшилась по сравнению с предыдущими моделями 750D и 760D. Теперь она насчитывает 45 точек, и все они крестообразного типа. А центральная точка двойного крестообразного типа. Фокусируется камера действительно быстро, как в режиме фото, так и в видео. Причем при видеосъемке с работающим автофокусом нет никаких рывков или подергиваний фокуса. Он переводится очень плавно и всегда точно. Все это заслуга Dual Pixel AF. К тому же управлять фокусом прямо во время записи можно просто тапая по сенсорному дисплею. Это очень удобно, особенно заценят начинающие операторы. Экран, кстати, поворачивается по всем осям. Как я уже сказал, он сенсорный и имеет размер 3 дюйма с разрешением 720 на 480 точек. Здесь ничего менять не стали, все это мы уже видели в предыдущих моделях. Видео записывается в Full HD вплоть до 60 кадров за секунду. Что как для бюджетного сегмента очень неплохо. Но все то же самое есть и в Canon 80D, который стоит как минимум на 100 долларов дороже. И возникает логический вопрос, в чем же разница и какую камеру лучше выбрать. Если с отличиями 77D и 800D все понятно, там мы переплачиваем за удобство использования, то с отличиями 77D и 80D дела обстоят немного иначе. Хотя 80D тоже 24-мегапиксельная матрица, она другая, так как ее физический размер хоть и немного, но все же больше. И в ней установлен более старый процессор Digic 6, в то время как в 77D уже стоит Digic 7. Это позволило поднять светочувствительность последней камеры до 25600 единиц. В 80D самая короткая выдержка 1,8 тысячная против 1,4 тысячная в 77D. Скорострельность в 80-ке тоже получше, хотя всего лишь на один кадр, 7 против 6. А еще у этих камер разные видоискатели. Ну как разные, оба они оптические, только в 77D он покрывает 95% будущего кадра, а в 80D уже все 100%. Главное, на мой взгляд, преимущество более старшей камеры в том, что она имеет пыле- и влагозащиту, у нее больше объем аккумулятора, а соответственно на нее можно отснять больше фотографий и видео, и у 80-ки есть выход для наушников. Но за такую роскошь нужно платить не только ценой, а размерами и весом. Все-таки Canon 77D будет поменьше и полегче. Canon 77D для тех, кому нужна камера на каждый день, с небольшими размерами и весом, но в то же время хочется немного больше удобных элементов управления для быстроты действия в виде дополнительного дископрокрутки, небольшого дисплея сверху и дополнительной кнопки автофокуса. И в принципе, лишние 50 долларов не такая уже и большая плата за эти удобства. Кому это все не нужно, можете смело брать Canon 800D и не париться. В целом Canon 77D получилась хорошим продолжением 760 модели, со значительно прокачанной системой автофокусировки, новым процессором обработки и записью видео при 60 и 50 кадрах за секунду, которых раньше не было. За предоставленную камеру на обзор спасибо сервису проката фото и видеотехники FrameRental. Если вам нужна техника на съемку или вы хотите потестить какую-то камеру перед покупкой, то обращайтесь к ним, ссылки в описании. Сейчас пришел тот момент, когда вы должны поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал, если этого еще не сделали. Спасибо за просмотр этого видео, пока! I hear you calling!